Ах, война На пороге едва помаячили И ушли за солдатом солдат До свидания, мальчики Мальчики, постарайтесь вернуться назад Так получилось, что когда началась Великая Отечественная война Корком комсомола Нерехт и Нерехского района Вышел с инициативой посадить каждому выходящему юноше березу Или то дерево, которое ему ближе по душе Так возникли около населенных пунктов рощи Мы их насчитали пять В частности, одна около сел Мозгунова, Мельникова, Агеева Посажена вот эта роща А мы ее называем Агеевская роща Она состояла из нескольких сотен деревьев Вот они посадили березки Одним из тех, кто посадил дерево в Агеевской роще Является Михаил Игнатьевич Лапин Он родился в 1924 году в деревне Мозгунова На военную службу был призван в 1942 году Сапер Службу проходил в 44-м отдельном инженерно-саперном батальоне В боях за Псков был тяжело ранен в голову После ранения служба проходила в 845-м истребительно-авиационном рижском полку В его задачи входила подготовка боевых самолетов к боевым вылетам Участвовал в штурме Кёнигсберга За участие в боевых действиях награжден медалью за боевые заслуги И медалью за взятие Кёнигсберга После войны проживал в деревне Мозгунова, Нерехотский район Погиб в 1983 году Уходили на фронт классами Выпускники первой школы Во главе с директором школы Коноплиным Почти всем классом ушли на фронт Многие из них не вернулись Выпускница первой школы Елена Цветкова писала Когда началась война, мы как-то сразу повзрослели Лёва Крузе в 1941-м с отличием окончил первую школу В сентябре его призвали в армию Его отец Константин Викторович Он до войны был главным конструктором завода Ушел на фронт добровольцем Сестра Вера и мама Капитолина Викторовна Выхаживали раненых во фронтовом госпитале От папы письмо получил Он горит желанием увидеться Что может быть и будет на самом деле Эта встреча так и не состоялась Лев погиб в 1942-м Его отец умер от ран в 1944-м Мы шли, собирались на вечер А у нас было назначено на 13 часов В это время, значит, вот у нас на площади Раздался громкоговоритель, такая тарелка Вот, и что в том, что началась война Сегодня в 4 часа утра Без всякого объявления войны Германские вооруженные силы Атаковали границы Советского Союза Маша Беляшина летом 41-го Только закончила Мирский техникум На 22 июня был назначен выпускной Но все равно вечер у нас состоялся Не вечер, не уже получился Не веселый, а прощальный вечер На второй же день ребят всех взяли В военкомат А девчонок организовали у нас команду И отправили на трудовой фронт Под Ленинград Город Луга Недалеко от города Луга Жили, забыли окопы Были мы там 4 месяца В октябре месяце Уже летали самолеты на Ленинград И бомбили нас Но мы спрятались У этих окопов, которые мы копали Зиму 41-го Мария Андреевна Провела в Нерехте Шила белье для солдат На промкомбинате Город сменил в одночасье Привычный мирный уклад На военный Несли трудовую вахту Ленокомбинат Красная текстильщица Нерехский механический завод Артель Красный кустарь Каблучная фабрика имени Сталина Колхозы и сельхозпредприятия Помни, что фронт у твоего станка Так жил весь тыл Пилили эту чурку для тракторов В то время Вручную Такие огромные Были ящики Два ящика Это если сделать Надо напилить Наколоть Смерять этим ящиком Ой, какая это вот Такая работа Нудная Но И тяжелая Тяжелая Ничего не поделаешь Мы жили на краю Деревни Когда Этот Картошку Это сажали На женщинах Не было лошадей Это Все трудно было Очень даже У нас большой был двор И нам приводили Этих уже С фермы Телят На Чтобы мы их Воспитывали И мы их поили Кормили Все Ну А сестра вот Заведующая Складом была Когда И там Мешки надо было Ушивать И Чего только мы не делали Я вообще не знаю Женщины Старики Дети Заняли места Мужчин В том числе И у станков Неревский механический Завод Тогда еще Шорно-фурнитурный Был передан В подчинение Наркомата Боеприпасов Первая продукция Для фронта Взрыватели Для ручных гранат Смена По 12 часов Холодно Голодно Похлебка из крапивы Которую Накашивал На территории Завода Заведующий Столовой Ковригин За ударный труд Выдавалось Тахановское Блюдо Блины Из яичного Порошка Работали Больше Не за деньги А за Продовольственные Хлебные Карточки А как Хотелось Есть Хотелось Спать Было И казарменное Положение На заводе После Смены Не уходили Домой А получив Талон И паек В столовой Нехитрого Варева Отправлялись Спать В небольшую Темную Комнату В цехе Падали На деревянные Раскладушки И тут же Засыпали А через Полтора Часа Снова На работу Летом 1941 Нерехта Приняла Из Ленинграда Первую Группу 500 Детей Эвакуированных Разместили В школах Клубах Лагерях Это были Еще Веселые Шумные Как всегда Ребята В марте Апреля 1942 Из блокадного Ленинграда Вывезенные По дороге Жизни Стали поступать Другие Дети Живые Скелеты Вернее Полуживые Некоторые Из них Не могли Ходить Их Выносили На руках Нелегчане Их Встретили С материнской Теплотой Детские Дома Были Созданы В Тетеринском Хомутово Неверово Григорцево И других Деревнях И селах Десять Учеждений Приняли Около Трех Тысяч Эвакуированных Детей Десятого апреля Сорок второго Года Марию Андреевну Призвали В армию Московского Военного Округа Северо-Западного Фронта В Ярославском Подразделении Противовоздушных Войск Она охраняла Нефтеперегонный Завод Который Вырабатывал Топливо Для всех Видов Самолетов В Ярославле Различали Которые Самолеты И звук Такой И уже По силуэтам Был такой Случай Было Тоже Вот Налет Был Большой Был Налет И На батарее Не хватило Снарядов А снаряды Были Тяжелые 12 Килограмм Один Снаряд А мы Девчонки Чего Еще Были А снаряды Были На расстоянии Ну На метров 50 Вот Батарея Склад был И Нас Взвод Управления Послали Подносить Эти снаряды А Когда Уже В мирное Время Мы Ящик Поднять Не могли Вот Так А то Был Еще Случай Все Стреляют А наша Батарея Молчит Глянула В сторону Дальномерщика А командир Батареи Стоит С Пистолетом Вот У этой У девушки Огоньковой У нас Дальномерщик Была На На Висок Наставила Говорит Застрелю Давай Высоту Застрелю Давай Высоту Она Я не Вижу Застрелю Сейчас Выдаваю Высоту Я Не Вижу Вот А мы Значит Все Знали За Взаимизаменяемость Я Подбегаю Я подбегаю Вот Разрешите Мне Дать Высоту Я Беру Значит Этот Прибор Даю Высоту А вот Эта Тоня Упала Упала Значит Бом Морок Ее На Носилочках Отнесли В санчасть А потом Потом Вот Питали И у Ней Оказалось На Мервой Почве Разбалансирование Зарительного Нерва И так У ней Созрением Усталось До Конца Жизни Плохо Все Слышно Было Вот Яроставль Летали Бомбили Там Где-то Все Здесь Борут Я Лошадей Пас Все Видел Мальчишка Такой Крепкий Пахал Сеял Боронил А я Был В семье Старшим Пятнадцатилетний Пацан С плугом Значит Ходил Лошадь В пару лошадей Запрягали И вот Пахали Выращивали Все-таки Урожай Собирали Но Жили Голодно Голодно Очень Голодно Жили Хлеба не было Ели даже Траву Работа Много Было Все Я делал Там Вместе С женщинами Мужчин Никого Не было Пацаны Одним Ну а потом Уже в 43-м Году Меня призвали В армию В Левашовские Лагеря Там Научили И ходить И изучали Винтовку Гранаты Кидать Научили Как Призвали Меня И моих Ровесников В 44-м Мы Самые Молодые Причем Были Участники Войны Самые Молодые Мы Последние Были Нас Обучили Здорово Обучили Молодцы Ребята Были Офицерский Состав Сержантский Состав Я им Благодарен И Сразу На Первый Белорусский Фронт Белоруссия Вообще Была Вся Разбитая Деревня Вся Разбитая Одни Эти Трубы Висят На Ни Одного Человека Нет Хотели Попить Идет Колодец Там Сидит Старичок Вода Отравленная Нельзя Пить Дальше Идем Там Значит Вступили В бой Мы В них А не В нас Вот Костя Курилова Сразу Он Дегтяр По-моему Его Контузило Он Не так Далеко Был И вот В этом Николай Николай Трифонов Мы На одной Шинере Спали Одно Укрывались На Днепре Там В землянках Он Подальше Прошел Там Значит Ранили И В госпиталь Краснодарский Край Станица Бариховецкая Там Я Шесть Месяцев Пролежал Потом Город Новочеркасск 106-й Запасной Полк Я Значит В Кронштадт Сразу Попал Так Меня Зачислили В состав Юго-Балтийского Военно-Морского Флота И Значит Вот Кронштадт Из Кронштадта Там Мы Приняли Присягу Из Кронштадта Перебросили В Ленинград Там Значит Я Закончил Курсы Спец Радиокурсы Это Такая Военная Специальность Где Нужно Было Следить По Радио Связи С Фражескими Кораблями Где Там Находились Они И Передавать В наше Командование Высшее Самое Сложное Конечно Было То Что Там Под обстрелом Со стороны Финляндии Был В Кронштадте Вот Там Значит Мы Ночью Не спали Ночью У нас Подъем Значит И Туда На берег Финского Залива Там Где Вражеские Корабли Подходили Туда Обстрел Вели День за днем Год За годом Вместе Со всей Страной Нерегчане Шли К такому Долгожданному Дню Победы Не жалея Себя Потом И кровью Отвоевывая У захватчиков Каждый Метр Родной Земли За Мужество И героизм Проявленные На фронтах Великой Отечественной Войны Награждены Боевыми Орденами И медалями 1700 Нерегчан Четверо Стали полными Кавалерами Орденов Славы 14 человек Удостоены Звания Героя Советского Союза Среди них Дважды Герой Советского Союза Главный Маршал Авиации Александр Александрович Новиков В апреле 1945 года Наши войска Подошли Кенигсбергу Это был Очень Укрепленный Город И Наше командование Приняло Решение Что Основной Удар По Этой Фашистской Крепости Нанесет Авиация Есть Будет Выполнен Тарай Сталин Новиков Александр Александрович Принадлежал К той Плеяде Полководцев Которые Не боялись Брать Ответственность На себя Принимать Нестандартные Решения И Все Это Привело К победе Нашего Народа В Великой Отечественной Войне И Новиков Решил Поднять Воздух Над Кенигсбергом Не Только Истребители Но И Бомбардировщики Но Дело В том Что В то Время Пилоты Бомбардировщиков Не Летали Днем И Не Летали В группе Это Был Очень Большой Риск Но Новиков Верил В советских Летчиков И Когда Началась Операция То Новикову Было Мало Командного Пункта Обзора С командного Пункта И Сохранилась Фотография Где Александр Александрович Забрался На дерево И Оттуда С напряжением Вглядывается В небо Именно За взятие Кенигсберга Новиков Александр Александрович И был Награжден Звездой Героя Советского Союза Вторую Звезду Новиков Получил За победу Над Милитаристкой Японии Медали За взятие Кенигсберга За взятие Берлина За боевые Заслуги Орден Великой Отечественной Войны На груди Александра Ивановича Качина Его боевой Путь Начинался В 43-м В противотанковой Роте Недалеко От Минска Нас Отправили Форсировать Нарев Река Нарев Это уже Польша На реку Нарев Прибыли Форсировали На рассвете Долетели Самолеты Туман был Думали Что Ничего А туман был Только над этим Над рекой Им там Видно было Видимо Начали стрелять На которой Мы Этой самой Лодке Подтонной Сидели Нашу лодку Пробило Она начала Тонуть Тонем Выскочили С этой Поднял Нам Пошли Пешком Вот Кустика Подойти И На той Стороне Будем А тут Колючая Проволока Была Виток Целый Размотан Вдоль По реке И В эту Колючую Проволоку Мы Врезались Вот Врезались Значит Я уже Тут Брюки Прорвал Что Делать Значит Топчемся Значит Мы Туда Тянемся К Кустикам А Нас Обратно Проволока Это Она Как Пружина Да Потом Значит Смотрим Плывет Солдат Заженели Как Мы Хватили А это Скатка Шинели Мы Скатку Схватили Размотали Бросили На эту Колючую Проволоку И так Приползли Мокрые Сырые Весь мешки Наши Пищевые Эти Пищи Значит Сухой Паек Все Патроны Все Сырое Почти Через день Через два Все Наступление Наступление Немцы Старались У нас Это Испехнуть Значит В эту Самую Речку Обратно Унарев Белорусском Прошел Восточную Пруссию Кёнигсберг Франкфурт На Берлин Наступали Значит Наши войска Идут 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 Армия Очень большая Много Войск Шло Туда Окружались Значит Все окружили Со всех сторон Все Ночью Ночью Тоже На рассвете Что Часа в четыре Наверное Самолеты Налетели Катюши Начали Значит Как осветили Весь Берлин Окружили Жуков Окружил Значит Весь Берлин Это Прошу Тарамы Мы не знали Что такое Думали Все сгорело Думали Все Мы не останемся Живым Все Осветили Друг с другом Разговариваем Ничего Не слышим Войск Наперли Столько Все Везде Во всех Руинах Все Солдаты Наши Разворотили Весь Берлин Все В руинах Было Горело Горело Все Дым Задыхались Прямо Видели Увидели Только Пятого Или Там Или Седьмого Числа Полотнища Площадь Над этим Надрестагом Победа Мы Утром Рано Великая Отечественная Война Которую Вел Советский Народ Против Немецко Фашистских Захватчиков Победоносно Завершилась Кричу По весь Город Война Закончил Вечная Слава Героям Павшим В боях За Свободу И Независимость Нашей Родины Память Память о тех, кто не дожил до Дня Победы, но помог приблизить ее ценой своей жизни, хранит вечный огонь. В 2015-м его доставили от Кремлевской стены, от могилы неизвестного солдата. Каждый год сюда приходят люди, чтобы почтить минутой молчания своих дедов, прадедов, отцов и сказать спасибо за мирное небо. Сегодня, наверное, самым главным у нас остается нашей задачей, это сохранять память, а память, она должна в наших сердцах быть, чтобы о тех героях, которые добыли нашу победу, мы помнили всегда. И это было у нас самым главным в нашей жизни. Благодарно тем ветеранам, которые приходят в наши образовательные учреждения и говорят нашим детям правду о войне. Конечно же, чтим сегодня и тружеников тыла, которые внесли огромный вклад в нашу победу, и детей войны, и всех, кто был причастен к этому событию. Нерехчан победителей помнят и в других городах. В Новороссийске имя уроженца деревни Марунина-Слобода Ивана Александровича Прохорова носит улица. В честь нерехчанина Сергея Павловича Смирнова названо село на Украине. Командир подразделения 7 сентября 43-го спас его жителей от расстрела, сам погибнув в бою. Образ маршала Новикова запечатлен в бронзе, теперь не только в Костроме, но и на родине дважды героя. Те, кто отдал свою жизнь на фронтах Великой Отечественной, кто ковал победу в тылу, каждый год вместе со всей страной встают в бессмертный полк. Потому что нерехчане помнят, нерехчане гордятся каждым. Я ушел, но с вами я остался В шелесте листвы живой и нежной. Я ушел и с вами попрощался Через танк березки белоснежной. Я ушел на небо, там, где звезды. Я не смог вернуться с поля брани. Знали б вы, как на войне непросто, Мир весь покалечен и изранен. Ужас, смерть, вечья, боль, страдания, Все я перенес и только верим. Что в березках о любви и признании Снова прозвучат, наступит время. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, Повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили, И ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад.